1975 год 15 июля в нейтральном космосе состыковались два корабля союз и аполлон на высоте 200 километров над землей встретились две политические системы два разных мира вот он первый космический поезд связка двух совершенно разных кораблей союза и аполлона программе и пас экспериментальному полету аполлон союз суждено было стать прообразом мкс международной космической станции и символом сотрудничества в космосе участники той стыковки встретились больше 40 лет назад когда закипела работа над первым международным космическим проектом инженер по системам стыковки виктор павлов руководитель управления полетами виктор благов и космонавт александр иванченков тогда сотни людей стали работать над важнейшим проектом чтобы состоялась историческая встреча вместо того чтобы заниматься холодной войной мы занялись сотрудничеством в космосе и я отмечу что смелости такой набралось только единственной отрасли космической в 1972 году сша и ссср договорились о создании совместных систем для спасения экипажей в космосе на двух континентах начались разработки стыковочных узлов и адаптация систем радиосвязи конечно была колоссальная наземная подготовка колоссальная работа по сопряжению интерфейсов и это все сработало чтобы стыковка была успешной космические корабли серьезно дорабатывали дело в том что внутренняя атмосфера кораблей различалась так американская техника и люди работали в чисто кислородной среде советские аппараты на воздушно-газовых смесях то есть обычном воздухе сейчас американцы летают с воздухом так же как и мы стыковочные узлы не подходили друг другу систему стыковки разрабатывали заново сделали опас андрогенопериферийный агрегат стыковки система несовместимые системы штырь-конус кому быть штырем кому конусом была проблема и тут трудно договориться к все хотят быть активными хотя бы сильными хотят быть штырями 15 июля 1975 года с байконура стартовал корабль союз-19 с алексеем леоновым и валерия кубасовым несколько часов спустя с космодрома во флориде взлетел аполлон-18 с томасом стаффордом вэнсом брандтом и дональдом слейтоном на советском корабле отказала камера цветного изображения это было чп впервые москва транслировала запуск на весь мир и полет в прямом эфире решили провести ремонт аппаратуры уже в космосе не заладилось и у американцев при перестыковке шлюзового отсека стало ясно историческая встреча на грани срыва открытию люков мешает кабель это означало что что мы состыковать состыкуемся с другой стыковочной системой этого же шлюза переход не получится стыковались на орбите дважды первый раз 17 июля активным был узел американского корабля это первая стыковка и вошла в историю открываю люк и вижу перед собой улыбающее лицо томас таффорда три года мы к этому шли я взял за руку и я его втащил к себе корабль после этого полета экипажи стали лучшими друзьями а в 2004 году томас таффорд усыновил двух российских мальчиков из детского дома каждый раз встречаясь все участники того исторического события отмечают без тыковки союза полон не было бы ни программы мир шаттл не мкс не особо доверительного отношения между российскими космонавтами и американскими астронавтами